Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У нас нет опасений, по крайней мере по этому водозаборному узлу, что здесь будут проблемы. Люберецкий водоканал проводит профилактические работы и готовится к зиме. Стоит задача сегодня это жилье достроить. Мы его и достроим вместе с вами. Глава округа встретился с дольщиками двух жилых комплексов. Мне не хватало чего-то душевного и экстремального. Вейкбординг – это то, что мне нравится. В Люберцах открылся новый вейкпарк. Подробности в нашем сюжете. У нас дезинфицируются все ручки, поверхности. И по требованию наших тренеров отправлять информацию в чат, что нужно протереть. После самоизоляции в Люберцах открылись фитнес-клубы. А теперь подробнее об этих и других новостях. Службы и ведомства городского округа Люберцы отчитались в проделанной работе за минувшую неделю. Текущие вопросы обсудили на очередном заседании оперативного штаба в администрации. 2300 сообщений поступило на прошедшей неделе в Люберецкую полицию. Из 24 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, 19 раскрыто по горячим следам. Стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме. Это связано не только с эпидемиологической ситуацией, но и с проведением общероссийского голосования. Личный состав с 8 утра до конца мероприятия находится на избирательных участках. Завтра также мы заступаем в суточном режиме и до конца голосования будем находиться с избирателями на УИКах. 36 выездов по сигналу тревоги, ликвидация шести пожаров. Результат работы сотрудников пожарно-спасательного гарнизона за последние семь дней. Два возгорания, которые произошли в жилых помещениях на территории Люберец, не обошлись без пострадавших. 23 июня в город Люберце, поселок Калинин, дом 16, квартира 5. Также, кстати, пожаров пострадала женщина, гражданка 1964 года рождения. Также ожоги первой-второй степени госпитализированы в больнице Ухонска. В городском округе продолжают действовать антивирусные меры. Ежедневно в местах скопления людей проводится дезинфекция. Санитарной обработке подвергаются детские спортивные площадки и остановке общественного транспорта. При уборке подъезда в управляющей компании по-прежнему используют хлора и спиртосодержащие растворы. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки мест общего пользования и дезинфекции. Как видим на графике, постоянные контроли и выездные мероприятия дают положительный результат. Участники заседания выслушали обращения люберчан, поступающие в администрацию округа. Жители просят привести в порядок участок центрального парка, а также организовать своевременный вывоз мусора по нескольким адресам. В Люберцах прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Ровно в 8 утра в городском округе открылось 167 избирательных участков. Открытие нашего участка произошло вовремя, 8.00, все спокойно, тихо, народ идет, радостные даже, хочу сказать, люди голосуют. Многие прям с радостью обращаются, что и меняется Конституция. На территории избирательного участка 15.50 зарегистрировано 805 человек, имеющих право голосовать. По словам сотрудников комиссии, за шесть дней они приняли 60% избирателей. Сегодня, в основной день голосования, свой гражданский долг выполнил глава округа Владимир Ужицкий. Принимая участие в общероссийском голосовании, он отметил, что поправки, вносимые в главный документ страны, касаются каждого гражданина. Конституция, которая была принята в 1993 году, она тоже была на тот момент времени и демократической, и своевременной. И до того времени она была правильной, и мы по ней жили все эти годы. Но ничего не стоит на месте, и время просто выдвигает свои требования. Те предложения, которые были выдвинуты президентом, они в конечном итоге, если в сухом остатке, защищают интересы России, самобытность России. Именно позволяют конкурировать на мировом рынке. Процедура голосования завершится ровно в 20.00. Но на этом работа избирательных комиссий не закончится. Сразу после закрытия участков они приступят к итоговому подсчету голосов по всем семи дням работы. Луизия Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители городского округа Люберцы принимали активное участие в общероссийском голосовании. Для того, чтобы предотвратить скопление людей на избирательных участках, процедура волеизъявления проходила с 25 июня и завершилась с 1 июля. Наша съемочная группа успела пообщаться с участниками голосования. Наиля Усманова, мама двоих детей, сейчас ожидает третьего малыша. Когда стартовало общероссийское голосование, она подробно ознакомилась с изменениями, которые предлагают внести в основной закон страны. Согласно поправкам, дети считаются важнейшим приоритетом государственной политики. Я пришла проголосовать за поправки в нашей Конституции. Очень приятно, что наш президент заботится о будущем наших детей. Я хочу, чтобы они в будущем жили спокойно и достойно, чтобы у них было будущее. Алексей Воронов убежден, любые перемены, в том числе и в Конституции, это всегда к лучшему. И сегодня обязанность каждого принять участие в жизни своей страны. Это на самом деле воля изъявлений каждого гражданина страны. Мне кажется, каждый человек должен быть заинтересован в том, чтобы высказать свое мнение. Для участия в голосовании достаточно времени. Во избежание скопления людей процедура воли изъявления проходит не как обычно один день, а целую неделю. На нашем участке 1181 избиратель на сегодняшний день. У нас активный избиратель, и они очень благодарны организации голосования, так как они могут прийти в любой день в течение 7 дней и в любое удобное для них время. Увеличение числа дней для голосования – не единственная мера, направленная на безопасность здоровья людей. На всех избирательных участках установлены санитайзеры. Каждому голосующему измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую ручку. А входы и выходы в пунктах для голосования организованы отдельно. Министр образования Московской области Ирина Коклюгина посетила учебные заведения округа и встретилась с их директорами. Вместе с министром в школах побывала и наша съемочная группа. 35,5. Жив-здоров. Измерение температуры, обработка рук и выдача средств защиты – обязательные правила для всех, кто переступает порог учебного заведения. Мы собирались в школе, и здесь вот как раз несколько уиков находятся. Что приятно, мне замерили температуру, выдали маску, перчатки. Ну и, соответственно, могу с меня сказать, что с точки зрения безопасности здесь абсолютно все соблюдено. Основной целью визита стало обсуждение двух важных тем. С руководителями учебных заведений Люберец министр поговорила о предстоящем старте единого госэкзамена и обсудила новый стандарт работы детских садов. Поговорили о подготовке к ЕГЭ, потому что все вы знаете, что у нас стартует единый госэкзамен. На первый экзамен дети придут уже в следующую пятницу, 3 июля, и поэтому здесь важно, скажем так, сверить часы наших, директоров и так далее. С заведующими детских садов Ирина Коклюгина обсудила специально разработанный стандарт открытия. В дошкольных организациях сохранятся все меры безопасности здоровья малышей. Каждое утро у детей будут контролировать температуру, а утренники пока будут исключены. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился с дольщиками двух жилых комплексов – Твинхаус и Карамельный. В компании, которая занимается строительством объектов, сменилось руководство. На устранение проблемных вопросов понадобится время, но дольщиков заверили – дома будут достроены. Стоит задача сегодня это жилье достроить. Повторяю, мы его и достроим вместе с вами. Значит, в этом нет сомнений, сегодня не 2000-е годы, не 2005-е, а 2020-й год. Сегодня совершенно другая атмосфера в стране, другие совершенно требования и законы, естественно. Строительством 22-этажного ЖК «Твинхаус» и многосекционного жилого комплекса «Карамельный» занимается компания «Ареал». Сейчас дальнейшая судьба объекта временно легла на плечи Екатерины Севериной, которая в прошлом возглавляла эту компанию. В этом статусе она останется до официального назначения на пост нового руководителя Максима Селиверстова. На данный момент его кандидатура проходит согласование в налоговых органах и банковских структурах. Мы ждем теперь от банка их реакции на назначение нового директора, но надеемся, что это никак не скажется на получение кредит. В настоящий момент ведется строительство на те денежные средства, которые инвестирует компания «Московия». Она официально является генподрядчиком строительства на «Твинхаусе» и на «Карамельном». Свои коррективы в сроки строительства внесла и пандемия. Из-за двухмесячного перерыва монолитные работы идут с отставанием от графика. Сейчас для соблюдения безопасности на объектах трудится минимальное количество сотрудников. Выйти на проектную мощность подрядная организация планирует сразу после снятия ограничений. По «Карамельному» на этой неделе будет залита фундаментная плита, перекрытие подвала, дальше пойдут стены первого этажа. По «Твинхаусу» ситуация чуть-чуть получше, там нас не держит вынос сетей. Мы выходим через месяц на типовой этаж, шестой, пятый, и там работа также пойдет веселее. Мы планируем заливать в месяц на каждой из башни по три этажа монолита. График с конкретными сроками завершения работ предоставят после назначения нового генерального директора. В ближайшее время компанию «Ареал» ожидает проверка финансовой деятельности. Луизия Игязарян, Петр Пономаренко, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Полтора года назад прошла реновация прогулочной зоны на проспекте Победы. Его озеленили, проложили тропинки, установили лавочки и декорированное освещение. Как ведутся плановые работы по благоустройству одного из главных проспектов города, проверил Владимир Ружицкий. Запах краски и свежескошенной травы. На днях здесь завершились работы по благоустройству территории. Привели в порядок газон, лавочки и прогулочные дорожки. Территория в целом находится в надлежащем состоянии санитарном. На данной территории задействованы 4 косаря, значит, малая механизация, то есть газон-косилки. И один трактор МТЗ-82 с поливочной бочкой. Это для влажного подметания и уборки тротуара. Скосили траву на площади почти в 5000 квадратных метров, покрасили лавочки и помыли тротуары. Также соблюдено обязательное условие. Проведена дезинфекция. Всего в городском округе Люберцы на содержание дворовых и общественных территорий задействованы порядка 998 человек в ежедневном режиме и порядка 95 единиц спецтехники. В настоящее время работы по благоустройству проходят по всему городскому округу Люберцы. Коммунальщики приводят в порядок пешеходные зоны, дворы, парки и скверы. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В стране чествуют сотрудников ГИБДД. 3 июля стражи порядка на дорогах отмечают свой профессиональный праздник. В честь 84-й годовщины со дня образования службы в Люберецкой госавтоинспекции прошло торжественное собрание. Профессиональный праздник для сотрудников ГИБДД всегда рабочий день. Единственное, что отличает его от всех остальных – парадная форма и торжественное собрание перед заступлением на службу. Люберецкая государственная инспекция имеет сложившиеся традиции, много исторических, можно сказать, случаев и в организации работы, и в характерных задержаниях. Профессионально реагируем на изменения любой и оперативной, и дорожной обстановки. Последние три месяца работы госавтоинспекторов, как никогда, доказали это в разгар эпидемии. Они несли службу в усиленном режиме, круглосуточно находились на блокпостах. Поэтому все поздравления в этот профессиональный праздник начинаются с пожеланий здоровья. Мы действительно желаем, чтобы на всех фронтах вам улыбалась жизнь, счастье, благополучие, чтобы вирусы обходили стороной. Спасибо за вашу службу, за вашу работу. Работа в ГИБДД нелегка всегда, независимо от эпидемий. Игорь Родионов знает об этом не понаслышке при погонах уже 27 лет. Но, несмотря на все трудности, не пожалел, что выбрал именно этот путь. Мне нравилась всегда данная профессия. Я хотел всегда служить народу, помогать им, водителям, добиться водителей, чтобы они соблюдали правила транспортного движения. Вот это самое сложное. Хотя в последнее время более стал дисциплинированным водителем. Игоря Родионова наградили знаком отличия городского округолюберца за службу и доблесть. Такую же награду в честь праздника получили еще 8 его коллег. Остальных виновников торжества также отметили благодарственными письмами и памятными подарками. А сразу после собрания офицеры приступили к своей главной миссии – служить России. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сотрудники Люберецкого отдела полиции по экономической безопасности задержали по подозрению в сбытие поддельных денег 28-летнего местного жителя. На одном из сайтов он подыскал себе мобильный телефон и поехал его покупать. Но оплатить покупку он решил фальшивой купюрой. Позже продавец заподозрил, что купюра поддельная и обратилась в полицию. Экспертиза подтвердила этот факт. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемого. В ходе обыска полицейскими обнаружен и изъят приобретенный телефон. Его вернули потерпевший. А злоумышленник пояснил, что фальшивые денежные купюры он тоже купил по объявлению на одном из сайтов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Генеральному директору компании Хеливерт Александру Кузнецову исполнилось 60 лет. Он возглавляет крупнейшее российско-итальянское предприятие по производству вертолетов со дня его основания. Поздравление юбиляр принимал на работе от коллег, представителей Люберецкого бизнес-сообщества и главы округа Владимира Ружицкого. Луизия Гизарян расскажет подробности. В компании Хеливерт июнь 2020 года насыщен юбилейными датами. 22 июня исполнилось 10 лет с момента закладки капсулы фундамент будущего производственного комплекса. А 27 июня – 60-летие человека, стоящего у истоков его создания. Александр Алексеевич, я хочу сказать, что вы замечательный человек, профессионал. Вы в прекрасной форме. Я искренне вам желаю в этой форме как можно дольше быть, совершенствоваться, как в физическом плане, так и с точки зрения инженера, вам творческих подходов, творческих идей. В честь юбилея Александр Кузнецов получил из рук Владимира Ружицкого знак отличия городского округа Люберцы. С символичным названием «Благодарю». Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли, приехали к нам. Для нашего предприятия это большая честь. Мы очень рады гостям. Вы знаете, что наши двери всегда открыты. Экскурсия, проведенная для гостей, доказательство этим словам. Александр Кузнецов показал самые интересные уголки огромного вертолётостроительного производства, где есть возможность побывать в кабине пилота на стадии его создания. Машина изготовлена на 28%, можно на 40%. Это многофункциональный двухдвигательный вертолёт АВ-139. Он считается одним из мировых лидеров в своём классе. На данный момент на производственных площадках компании «Хеливерт» собирают три таких летательных аппарата. В нём будет установлена мультимедийная система, система обогрева несущных лопастей и хвостовых лопастей, кондиционирование воздуха. То есть все системы для комфортной эксплуатации вертолёта в разных условиях. В зимний период и в летний период. На создание винтокрылой машины уходит от 6 до 9 месяцев. Сборку этого вертолёта начали в середине апреля. По словам сотрудников компании, уже в конце ноября он покорит небо. Луиза Игязарян, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Ресурсы, снабжающие организации, готовятся к предстоящему отопительному сезону. От проведения профилактических работ зависит, как в городском округе пройдёт холодное время года. К плановому ремонту приступили сотрудники Люберецкого водоканала. Водозаборный узел номер 15 обслуживает северную часть Люберец и обеспечивает главным жизненным источником более 30 тысяч жителей. Последний раз капитальный ремонт проводился на объекте в 2017 году. Сейчас для поддержания бесперебойной работы достаточно провести ревизию оборудования и заменить насосы. В настоящее время здесь проходят работы по подъёму глубинного насоса из скважины, его ревизии. Когда ревизируем, посмотрим, будем впускать назад. Глубина скважины порядка 150 метров, насос опущен где-то на глубину 120 метров. 24 часа в сутки и 365 дней в году. Работа Люберецкого водоканала не останавливается ни на минуту. Устранить неполадки в зимнее время проблематично вдвойне. Остановится работа котельных. Поэтому лето – время интенсивной профилактики, чтобы отопительный сезон прошёл безаварийно. В принципе, станция в хорошем состоянии. Здесь три скважины, все рабочие. У нас нет опасений, по крайней мере, по этому водозаборному узлу, что здесь будут проблемы. Завершить плановый ремонт сотрудники водоканала планируют до 15 сентября. К этому времени все водозаборные узлы, расположенные на территории округа, в полной мере будут готовы к работе в зимних условиях. Руслы реки Македонка очистили от сухостойных деревьев и старых коммуникаций, которые препятствовали нормальному течению воды. Работу провели на территории посёлка Малаховка со стороны улицы Калинина. Наша съемочная группа наблюдала, как спасали водный объект. Каждый раз, погружаясь в воду, экскаватор достаёт оттуда такое месиво. Справиться с большим засорением вручную невозможно. В русле реки огромное количество брёвен и железных труб. Справиться с ними может только тяжёлая техника. Избавить русло реки от засорения попросили местные жители, которые входят в рабочую группу по вопросам благоустройства Малаховского озера. В весенний период захламлённость водоёма приводит к подтоплениям. Да и сама река страдает от лишних объектов. Речка Македонка по госпрограмме чистилась в 2008-2009 году. Мы с вами прекрасно понимаем, что деревья, которые растут вдоль берега, они имеют свойство стареть, высыхать и падать. И если то, что 10 лет назад было чистое, за 10 лет, естественно, требует дополнительных вложений. Жители активно высказываются, что есть несколько наболевших мест по течению речки Македонка, которые необходимо вычистить. На просьбу администрации почистить Македонку откликнулась подрядная организация, которая неподалёку строит котельную. Для того, чтобы полностью освободить русло реки от поваленных деревьев и мусора, понадобится как минимум два дня. Луизия Игазарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Треть лета позади и жаркая погода располагает к отдыху около воды. 1 июля в Подмосковье стартовал купальный сезон, но в Люберецком округе официальных мест для купания в этом году не будет. Утверждён перечень основных водоёмов, расположенных на территории городского округа Люберцы, предназначенных для массового отдыха, туризма и спорта на воде в 2020 году, а именно Малаховское озеро, Большой Коренёвский карьер, Наташинские пруды. В связи с отсутствием официальных пляжей купание на указанных водоёмах запрещено. С этой целью установлены предупреждающие знаки и аншлаги. Тем не менее, многие жители игнорируют предупреждение о запрете купания. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах развернуты три водно-спасательных поста. Дежурство несут по два спасателя с 10.00 до 22.00. Каждый пост оборудован необходимыми средствами по предупреждению происшествий на воде, спасению людей и оказанию их помощи. Кроме того, для обеспечения безопасности на водных объектах округа ежедневно производится патрулирование мест отдыха у воды. Во время таких рейдов сотрудники МЧС, полицейские, народные дружинники будут напоминать людям основные правила поведения у воды. В Люберцах открылся ещё один спортивный объект для любителей водных видов спорта. На Наташинских прудах начал работу новый вейк-парк. Он готов принимать всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. С новым местом для вейкбординга познакомился и наш корреспондент. Сегодня Роман Ефименко даёт напутствие своим друзьям-вейкбордистам. Несмотря на трудности и ограничения, эти ребята находят в себе силы активно жить и заниматься спортом. Несколько лет назад он и сам был прикован к коляске. После аварийного мотоцикла врачи говорили, что он больше не встанет. Но Роман встал, а ещё освоил вейкборд, собрав вокруг себя команду единомышленников. Мне не хватало чего-то такого душевного и экстремального. Вейкбординг – это то, что мне нравится. Я пытаюсь развивать направление адаптивного вейкбординга в России, в частности Москве. Подтягиваем ребят с ограниченными возможностями к этому виду спорта, чтобы они не засиживались дома, занимались спортом. Теперь места для занятий вейкбордингом в Люберцах стало больше. На Наташинских прудах появился ещё один вейкпарк. Глава округа Владимир Ружицкий лично дал старт новому спортивному объекту. На сегодняшний день здесь всё необходимое сделано. Я ценю здесь две трассы, два трамплина, где-то пропускная способность не менее 10, не менее 100 человек по 10 минут. Поэтому я думаю, что сегодня вот этот вид спорта тоже получит своё развитие в Люберцах. Самое интересное здесь, что этим могут заниматься люди с ограниченными возможностями. На качественный сервис могут рассчитывать все, независимо от ограничений по здоровью. Тут созданы все условия – удобный спуск к воде, специальная экипировка и команда подготовленных тренеров. Для меня, как для спортсмена или организатора этого объекта, для меня очень важно, что как можно больше людей приобщаться к этому спорту. Здесь, конечно, мы находимся на виду у многих людей. Наташинский парк, он достаточно популярный среди жителей. Здесь очень много гостей, действительно. И мы надеемся, что многие, кто увидит, приобщаться к этому и начать тоже кататься. И ещё приведут детей в нашу бесплатную детскую секцию, которая будет работать два раза в неделю. В этом году здесь проведут турнир на Кубок главы округа по вейкбордингу, а в следующем уже общероссийские соревнования. В течение двух месяцев наладят инфраструктуру, поставят туалеты, раздевалки, облагородят пирсы и организуют питание для спортсменов. Но главное, новый вейкпарк уже готов встретить своих посетителей. Вейкборд не имеет границ, и он доступен каждому. Александр Колганов, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Любители спорта и сторонники здорового образа жизни ликуют. После трёхмесячного перерыва открылись фитнес-клубы. Но пока из-за сохранения угрозы коронавируса спортзалы работают в особом режиме. Чтобы узнать о новых правилах, мы посетили один из крупнейших фитнес-центров в округе. Да, это не то, что дома. Совсем другие ощущения. Вячеслав Шуриков занимается спортом на профессиональном уровне уже 12 лет. Большую часть времени он проводит в фитнес-клубе. Последние три месяца пандемия заставила отказаться от привычного образа жизни. Но даже находясь дома, заядлый спортсмен не расставался с гантелями. Занимался дома с собственным весом тела. У меня дома есть всякие различные подобия тренажёров. Это гантели, гири, митболы, это мячики такие. Так же бывало, выходил на улицу, нарушал. Это разные вещи. Я реально соскучился по тренажёрам, по железу. После открытия фитнес-клуба Вячеслав одним из первых переступил его порог. Но прежде чем попасть в тренажёрный зал, прошёл несколько антивирусных процедур. Теперь это обязательно условие для всех, независимо от цели визита. В помещениях фитнес-клуба нанесена социальная разметка. В тренажёрном зале оборудование расставлено так, чтобы расстояние между клиентами было не менее полутора метров. Площади этого спортивного объекта позволяют принимать сейчас до 500 человек в день. Активных посетителей клуба более 7 тысяч. Площади с 1 июля могут быть заняты не более 25% от общего количества занимающихся. Но уже с 6 июля уже будет 50%. Это уже вводится в некие послабления. Перед открытием фитнес-клуба во всех залах провели дезинфекцию, а также обновили систему вентиляции. И сейчас через каждые два часа тренажёры обрабатывают антисептическими средствами. У нас дезинфицируются все ручки, поверхности. И по требованию наших тренеров отправляется информация в чат, что нужно протереть. Выдаём на входе полотенце индивидуальное, которым наши клиенты занимаются. Бассейны, хамамы и сауны остаются закрытыми. Любителям поплавать и попариться придётся подождать очередного этапа снятия ограничений. А пока согнать лишние килограммы, набранные во время самоизоляции, поможет железо. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова